Всем привет! Это видео о том, что делать, если после переустановки в Windows один из разделов жесткого диска перестал отображаться в проводнике, либо если вы установили новый жесткий диск в ваш компьютер и он также не отображается, хотя при этом виден в BIOS. Итак, приступим. Делаем клик правой кнопки мыши по меню пуск и выбираем из появившегося списка управление дисками. Если у вас пропал раздел на жестком диске, то посмотрите, есть ли на нем какие-то нераспределенные области, или возможно область уже распределена, но при этом просто отсутствует буква диска. Иногда бывает так, что диск содержит данные, но для него просто не назначена буква. Поэтому не спешите производить какие-то действия во избежание утери этих данных. Сначала убедитесь наверняка, что область не является нераспределенной, а указано, что это, например, диск NTFS. В таком случае необходимо просто назначить букву диска. Для этого делаем клик правой кнопкой мыши по этой области. В этом случае в меню должен быть пункт «Изменить букву диска» или «Путь к диску». Нажимаем «Добавить». Выбираем букву диска. В нашем случае это диск D. Далее нажимаем «Ок». Проверяем. Диск D появился в проводнике. Если же все-таки это нераспределенная область, то кликаем по ней и выбираем в меню «Создать простой том». Итак, нажимаем «Далее». Задаем размер тома. По умолчанию задан весь доступный размер. Нажимаем «Далее». Назначаем букву диска. В нашем случае оставляем по умолчанию «Е». «Далее». Оставляем все параметры как есть, так как для современной версии операционной системы Windows, NTFS является оптимальным вариантом. «Далее». После «Готово» и ожидаем некоторое время. В проводнике появился диск E. Если же вы установили в компьютер новый жесткий диск и он не отображается в проводнике, то необходимо проверить в утилите управления дисками, есть ли в системе не проинициализированный диск, как в данном примере. В этом случае кликаем правой кнопкой мыши по этой области и выбираем «Инициализировать диск». Выбираем тип разделов, либо MBR, либо GPT. Я бы советовал выбрать GPT, если у вас современный компьютер с Wi-Fi. Если же ваш компьютер не поддерживает Wi-Fi, либо вы не знаете этого наверняка, то выбирайте MBR. Нажимаем «Ок». Диск проинициализирован, но он по-прежнему не будет отображаться в проводнике, так как есть нераспределенная область. Для инициализации кликаем правой кнопкой мыши по этой области и выбираем «Создать простой том». Здесь мы проделываем те же действия, что и в предыдущем примере. В результате у нас в проводнике появился диск F. Надеюсь, данная информация была для вас полезной. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok